Рыба ценных пород, выращиваемая на первой восточном Казахстане, ситровая фермия уже поставляется на прилавке региона. Следующим этапом станет производство черной пищевой икры. Продукцию планируют реализовывать не только по стране, но и за ее пределами. Подробности в сюжете. Рашид Альченбай в течение многих лет вынашивал идею создания оситровой фермы. Скрупулезно изучал систему выращивания рыбы ценных пород. Предприниматель был уверен, что все получится. Подходящим местом для реализации масштабного проекта выбрал Уланский район. Эта система уже давно культивируется за рубежом, в странах Европы. И мы решили, что здесь тоже можно будет этот проект реализовать и как-то выйти на рынок Европы уже с нашей продукцией. Нашлась и финансовая поддержка. Стоимость проекта составила 1 миллиард 881 миллион тенге. 85% средств выделил Каза Агрофинанс. Остальные 15 собственные средства. Завершили строительство в ноябре 2016 года. В течение полутора лет занимались выращиванием рыбы. Сейчас здесь свыше 6000 голов осетровых пород. Из осетровых у нас три вида. Русский осетр, сибирский и стерлядь. И один вид гибрида – это гибрид биологии стерлядь и пестер. Но она очень требовательна к гидрохимии, содержанию воды. Необходимо постоянно поддерживать соленость на уровне двух промиллей. На осетровой ферме трудится 14 сотрудников. В основном вся система здесь автоматизирована. Оборудование европейское. Обучаемся мы на местах. Приезжает в Москву ведущий специалист. Преподает нам какие-то знания новые. Постоянно обучаемся в интернете, по книгам. Даже Прибалтика с нами связывается. Она как бы может помогать нам через интернет. Какие сбои бывают. Уже в середине июня планируется проведение инкубации для воспроизведения молоди и выведения породы гибрида сибирского и русского осетра. Екатерина Зайцева, Аслан Тулепов, Роман Родионов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.